Привет, уважаемые украинские пчеловоды! Мы находимся в Канаде, в 40 километрах от города Монреаль, где прошел конгресс Всемирный по пчеловодству в Апимонде 2019. И специально для канала Ивана Фабро, мы компания Медок, наш сайт medok.com, снимаем серию видео с конгресса. И сейчас мы находимся на техническом туре в компанию Интермель, где это промышленная пасека, громадная промышленная пасека, на которой насчитывается около 10 тысяч пчелосемей. Здесь у них огромный комплекс, в котором они откачивают мед, естественно, топят воск, делают медовые вина, фасуют мед. И все это мы с вами сейчас посмотрим, я вам покажу, и вы будете своими глазами видеть, как на канадской промышленной пасеке работают пчеловоды. Поехали! Так, мы сейчас заходим в цех промышленный по откачке меда на промышленной пасеке Интермель. Работает промышленная линия по откачке меда. Это медогонки. Распечатываются рамки. Сразу стоят бочки, составленными в них целлофановыми пакетами, в которые заливается мед. Распечатываются. Распечатываются. Продолжение следует... Комната для хранения корпусов, судя по всему, а это комната для хранения бочек. Сейчас нам будут рассказывать подробности работы этой промышленной пасеки. Продолжение следует... 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 Какие-то баклажки, не могу сказать с чем, ящики и корпуса. В этих корпусах находятся кормушки. Кормушки пластиковые, с верхней деревянной планкой, но сами кормушки пластиковые. Вот я вам их показываю. Вот так это выглядит. Вот здесь хорошо кормушку видно, полностью пластиковая и только верхняя планка деревянная. Вот наша экскурсия, экскурсовод рассказывает, какие рамки они используют. Ну и вот такой большой ангар. Нас ведут из этой комнаты дальше какой-то огромный холодный отсек с инфракрасным цветом. О, это гигантский холодильник. О, это просто гигантский холодильник. Там температура около 0, и здесь сидя по всему, у них хранится сушь. О, это просто гигантский холодильник. О, это просто гигантский холодильник. Обалдеть можно. Это чудеса. Халадина неумоверная. Минус 15. Минус 15. У-у-у-у-у. Ребята, вот это масштаб. Это все корпуса с сушью. И здесь температура минус 15 в этом отсеке. Буду отходить отсюда. Нас завели в следующий ангар, в котором, судя по всему, раздевалка для рабочих. Офис небольшой. Наряды написаны. Электроузел. Так, а здесь у нас... Здесь у нас склад воска. Вот эти палеты. Это все воск. Корпуса с рамками. Маточники. И в этих палетах замотан воск. Вот такой воск. Ну, очень чистый, качественный. Хороший воск. Обрезки восковые вверх, как лежат. Такие маленькие брусочки. Его упаковывают. Фирменные надписи на ящиках интермель. Смотрите, красота какая. Это бочки с забросом. Ну, точнее, не туда. Ну, да, с забросом. С забросом уже прессованным после шнека. Идем дальше. Так, идем дальше. Из этого отсека нас ведут из промышленных ангаров, наверное, в магазин. Ну, сейчас посмотрим. Я могу, конечно, ошибаться. Так, понятно. Ага, нет, это... Дегустационный зал. Вот так выглядит дегустационный зал на пасеке интермель. Они изготавливают медовое вино. Ну, не уверен, что вино, а напитки медовое изготавливают. Мы сейчас будем это дело дегустировать. Медовое изготавливают медовое изготавливать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После дегустации У нас ведут следующий зал Сейчас нам будут показывать, как хранится Нам дали продегустировать Три сорта медового вина Светло-желтая С красноватым оттенком И почти черная Первая-вторая я не запомнила Почти черная С добавлением кофе Вот так хранятся у них бутылки С медовым вином Идем дальше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Идем следующий зал Субтитры сделал DimaTorzok А, это зал пасалки Недел각ий Сидит мексиканец Пасует мёд Здесь также мексиканцы развивают Пасают мёд Как я уже говорил Я еще раз говорю, что в течение кахнера из кафе зря этого сезона. Здесь есть еще несколько стэнер-ститут по стискам. Поэтому тут есть четыре 숨ки. И один из них приходит наш от сезона. Это мысль из одной машины калки. Это машина, что я думаю, это стэнер-ститут для нас. Это наше просе, вот от request. Это машина. Вот такой выглядит фасовочная Это очень быстрее Это очень быстрее Для этого мы использовали 6 лет Мы использовали машины на стороне Я бы называл франш-помпы Семи-мануал Нужно иметь кто-то там Подпишись под руками Подпишись под руками Это будет больше времени Так что сейчас Это гораздо быстрее В этой машине мы можем сделать 1 кг Мы можем сделать 24 кокс 1 кг 1 кг 3,600 кг 1 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 кг Смотрите продолжение в следующей части. Я не могу сказать, что все. Я не могу сказать, что все. Я буду задавать вопрос. Сколько часов в минуту можно делать? 24 часа. В этом случае. Кто-то здесь здесь. Если есть вопрос, я буду вернуться в магазин. Я буду показывать вам видео о интерфайсе. Я буду вернуться. Вот так выглядит розлив меда. В промышленной пасеке интермейт. В Канаде, возле города Монреаль. Это Крем-хан. Это Крем-хан. Это Крем-хан. Если вы посетите Атримондио, вы наверное видели эту машину здесь. Это Жоэль. Она производилась в Кэбеке. Это вторая машина. Мы работаем с ней. Она работает хорошо. Теперь нас ведут в магазин, где представлена вся их медовая продукция. Вот такие вот челы разные. различные сорта и различная тара медовых напитков алкогольных. Интермейт. Вот так выглядит дегустационный зал. Здесь склад по упаковке и оформлению подарочных наборов медовых. Интермейт. Интермейт. И заходим в сам магазин. Вот такая пчела нас встречает. Смотрите какая красота. Вот так выглядит медовый магазин промышленной пасеки. Интермейт. Сейчас нам будут делать презентацию. Судя по всему. Это кабинет директора. Вот так выглядит презентационный зал. Витрина с медом. Медведи. Медведи. Медведи заляпанные медом. Большой монитор. Маски пчеловодные. Ну все как положено. Картины детские из пчел. Даже флаг из пчел. Ну хорошо. Сейчас будем слушать. Нормально. Мы должны начать здесь. Потому что это большой группой. Мы должны помочь людей. Мы закончили здесь. Витрина. Вы видите здесь все. Вы увидите видео о том, что происходит. Витрина. Витрина. Мы пришли еще в воду. Витрина. 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 1 от 12%, 1 от 16% и 1 от 22% 9% это на англию. Конечно, 1 от 12%, 1 от 16%, и 1 от 22%. Энтеннел, это компания. Энтеннел was founded in 1976 Вы probably saw them earlier. Они из Франции из Франции, а из-exч. И они решили в Штене, и отч. Они верят в ханей. Они используют ханей, в Франции. Они сходят в 30 гидрым. И теперь мы имеем около 10,000 гидрым. Их идет на дошли. Мы были большим ханей продукциям в Кыбеке, как в Кыбеке и Казах, и мы были большим ханей продукциям в Кыбеке. and probably not the right so it started at one point Viviane, a wife, was teaching she decided to teach and start here with Well Pricing and they started doing the business the guided business it was like a learning process for them and for everybody else and nowadays we get per year 100,000 visitors just to come and see regular business I'm not talking about beekeepers like you guys but normal visitors 100,000 we've got about 15,000 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Идем дальше Заходим в небольшой музей компании Intermel Но это они так считают, что он небольшой Сейчас увидим Субтитры создавал DimaTorzok Пчела деревянная Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну конечно образцы продукции Медовое вино Мед Пяти сортов я вижу Сотовый мед В баночке пыльца Настойка прополиса Прополис Нативное в чистом виде Маточное молочко Крем Мыло И воск Ну рамочка сотового корпуса с медом С рамочками простите Рамки деревянные Вощина пластиковая Клеточки для мото Клеточки для мото Пластиковая рамка со стройной Вощиной темной Вощины Клеточки для мото Рамки Мыло Соль М幾 Начальный Найм Клеточки на на шляпу соломенную, это местка, ну конечно, dadan.com, американский инвентарь. Ну и рядом с музеем находится небольшая фасовочная комната и лаборатория для их медового вина. Вот так это выглядит, всякие колбочки, пробирки. Ну что, друзья пчеловоды, вы видите все своими глазами, это все очень интересно. Масштаб поражает воображение и сделано все на самом высоком техническом уровне. Нам есть куда стремиться, не зря, Канада развитая страна. Продолжение музея компании Интермель, но это, судя по всему, детская комната. Здесь все сделано в таком красочном ярком детском стиле. детские картины с пчелами. Прозрачный смотровой улей, огромный. Я такого большого угла никогда не видел. Просто огромный. На полкомнаты. Круто. Круто. Вот так живут канадские пчелы. на пластиковых рамках, кстати, я напоминаю. С пластиковой вощиной. Дальше вот такая яркая стена с пчелами наклеенными, красивая, с солнышком. Детские картины. Конечно же, с пчелами. Книги про пчел. Такие пчеловоды детские здесь висят. Картины. Показано, какой мёд бывает, а для чего его употребляют. Как добывается этот мёд. Сцен для того, чтобы дети фотографировались в виде пчел и цветов. Что это у нас, вредители пчел, да? Какая прелесть. Конечно, биология пчелы. Информационные рамочки, на которых показаны различные процессы пчелли на муле, как происходят. Играет пчелы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С этой стороны тоже смотровой улей Челки летают прямо на улицу Вот отсюда вылет Летают на улицу Еще раз вам покажу Захватывающее зрелище Я никогда такого не видел Субтитры создавал DimaTorzok Вот так Идем дальше в магазин Заходим в очередной зал На промышленной пасеке Интермиль в Канаде На которой Что здесь Показаны образцы их продукции Которую они выпускают Косметика медовая Мед Различных сортов Улик Нуклеусный маленький стоит Все это можно попробовать Сотовый мед Прополис Воск Мыло медовое Прополисные мази Ну дымарики конечно стоят Для антуража Вот так это все выглядит Здесь судя по всему Это зал для детей Куда их усаживают Привозят в школу Усаживают на лавочке И рассказывают Как происходит процесс Откачки меда Вот лежит вилочка Рамочки Как это все качается Рамочки Рамочки Медовоночка Маленькая Детская Маленькая Маленькая Да Это детская комната И на конкретных плакатах Показывают Биологию жизни пчелиной семьи Класс Да Плюс информационные плакаты Плакаты Извините О пользе меда И продукта пчеловодства Плаката Цветочной пыльцы Плаката Прополиси Плаката Пчелах Плаката Маточном молочке Вот так Идем дальше В магазин Уважаемые украинские пчеловоды Продолжаем снимать Технический тур На пасеку Канадской компании Интермель Сейчас мы заходим В магазин Этой компании Я напоминаю Мы снимаем это видео Эксклюзивно Для канала Ивана Фабро Только здесь Вы можете его посмотреть Наша компания Медок Сайт Медок Снимаем На это все С Канады Международного конгресса Пчеловодства Пимонди 2019 Вот так выглядят Их различные меда Очень много крем-меда Здесь он действительно популярен Различные медовые напитки Медовый уксус Конечно медовое вино Подарочные наборы Такие баночки с медом Ложечки естественно для меда Все это очень красиво Покровано Что я рассказываю Вы все видите Своими глазами На очень высоком уровне Все сделаны Вот так продается воск Его можно купить в грузках Свечками Как угодно Классно За фитили Прям свечки привязаны Так Медовое вино Медовое вино Снова воск Питили отдельно продаются Можно купить воск И сделать свечки самим Наводчинная бумага Для хранения продуктов Классная кстати Вещь очень удобная Понятно Подарочные наборы Медовые Медовое вино С красным молочком С цветочной пыльцой С винами медовыми Холодильная витрина Цена за 25 грамм 18 долларов Смотрите За 50 грамм 30 долларов За 100 грамм 50 долларов Вы сами все видите Это канадские доллары Канадский доллар Это 75 американских центов Примерно Можете посчитать цену Цветочная пыльца 16 долларов За 227 грамм 28 долларов За 454 грамма Дальше Снова витрины С медом Давайте на цену посмотрим За 500 грамм 6 канадских долларов За 1 килограмм 10,5 За 3 килограмма 24 канадских долларов Крем мед Здесь он очень популярен У них здесь нам показали На производстве Кремовальное оборудование Которое предлагали канадцы На Апимонде За 35 тысяч долларов Канадский Ну да Это серьезная инвестиция Конечно Но судя по всему Здесь это себя оправдывает Вот баночки С каким-то темным медом 150 грамм За 4 доллара Покупай оптом Будет дешевле Американский стиль торговли Молодцы Да подождите Back to the bus Нам же интересно Все это поснимать Сотовый мед Солиточка продается Сотовый мед Большие витрины Прямо в корпусах Медовое вино Ну естественно Дегустация Все это можно продегустировать Различные сорта меда Нас уже выгоняют Поэтому я быстрее снимаю И будем уезжать Вот медовые конфеты Вот так вот выглядят Вино медовое Снова медовые конфеты Вот вино набирает Медовые конфеты Смотрите Смотрите какие конфеты красивые Да Классно 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 Это очень высокий уровень И к этому нужно стремиться Мыло медовое Целое ведро Медовые конфеты Медовая муга Все из меда Все Нас выгоняют Ну и конечно Прилавки Стилизированные Под улью Под корпуса Улью И дальше Еще дополнительный А это Фасовочная комната Маленькая Даже сумочки Вот такие Зеленые Можно купить Шекарная Медовое Продолжение следует...